Всем привет! И сегодня у нас на обзоре цветная светодиодная лента с сайта Алиэкспресс. В моем случае это не влагозащищенная лента длиной 5 метров с питанием от сети. Существуют также одноцветные, влагостойкие и с питанием от USB для подсветки телевизора или монитора. Каждый из параметров влияет на конечную стоимость комплекта. Мой набор обошелся в 700 рублей. Комплект состоит из двух пакетов и блока питания. В одном пакете у нас лежит сама лента, в другом контроллер, пульт управления, инструкция на английском языке и перемычка. По всей видимости для соединения двух лент в единую цепочку. Вот так выглядит блок питания. Так, светодиодная лента, контроллер, инструкция на английском языке, перемычка, инфракрасный пульт. Нужно отметить, что для работы пульта необходима батарейка типа CR2025, которая не идет в комплекте. У меня под рукой оказалась купленная на Алиэкспресс CR2032, которая также прекрасно подошла. Соединим комплект и протестируем различные режимы работы. Так как у нас инфракрасный способ передачи данных, то пульт необходимо наводить в сторону контроллера. Пульт разделен на шесть разделов, каждый из которых отвечает за определенный набор функций. Справа вверху располагается кнопка включения-выключения подсветки. Основной раздел отвечает за установку различных цветов и оттенков. Кнопками, расположенными в левом верху, можно регулировать яркость подсветки. В нижнем разделе расположены кнопки, отвечающие за динамические режимы. Jump 3. Быстрая смена трех цветов. Jump 7. Быстрая смена семи цветов. Fate 3. Плавное перетекание трех цветов из одного в другой. Fate 7. Также плавное перетекание, но уже семи цветов. Flash. Бегание белого цвета. Auto. Режим, при котором анимация подсветки осуществляется с последовательной сменой трех режимов. Jump, Fate и Flash. Кнопки Quick и Slow позволяют настроить скорость смены анимации. Slow медленнее, Quick быстрее. Кнопка Play-Pause ставит анимацию на паузу или снова запускает ее. Раздел с кнопками DIY предназначен для настройки собственных цветов и оттенков. Для настройки нажимаем кнопку DIY 1. Подсветка загорается белым цветом. С помощью стрелок настраиваем нужный цвет. После чего снова нажимаем кнопку DIY 1 для сохранения настроек. Так как в моем случае лента приобреталась для подсветки рабочего места, то крепить ее будем к столу. Соответственно устанавливать ленту будем на заднюю стенку стола. Крепить ленту нужно таким образом, чтобы вся длина равномерно распределялась по поверхности. При этом сама лента оставалась без повреждений. Во время клейки у меня надорвался край участка ленты, что привело к потере контакта в этом месте и далее по цепочке. В результате, после довольно долгой и не идеальной поклейки, у меня получился следующий результат. Ну что же, надеюсь это видео поможет кому-нибудь в освоении светодиодной подсветки. А на этом я буду завершать свой обзор. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!